Здравствуйте, мои дорогие кутюрье! Я вам вещаю из Италии. Я художник-модельер Наталья Филенко. Если вы меня еще не знаете, вы можете познакомиться со мной вот здесь, зайдя в мой инстаграм Italy Fashion Designer. Здесь я даю в прямом эфире каждую пятницу нон-стопом для вас вещание. Вот если нажмете на красное платье, вы попадете в мои прямые трансляции. И в пятницу я даю прямые трансляции по базе наколки, потому что это фундаментально делать базу на себя. А также обязательно со следующей недели мы начинаем курс разбор полетов, разбор кроя, тенденции, которые сейчас существуют в Италии, которые находятся в бутиках. И я вас приглашаю сейчас сделать экскурс по самому лучшему магазину Флоренции. Это Луиза Виа Рома. Так как они мне не дали снимать ничего в их магазине, и само собой, разумеется, понятно, по каким причинам. Вот. Но у них зато все есть на сайте, и я перехожу на сайт, чтобы разобрать тенденции. Я сделала платье, потому что нас интересует платье больше всего на данный момент. Сейчас жарко. Хотелось бы что-то натурального, дневного. И я обратила внимание на все вот эти платья, которые как рубашки, да. Но есть определенные тенденции. Это фонарики, рубашки. Потом нас будут интересовать вот такие вот. Давайте сразу перейдем, например, вот к этому платью. Посмотрите, это сарафанчик, который сделан из базы. Вы сначала кроите, не надо нам ничего переводить, сначала кроите, сначала делайте форму, которая вам нужна, и потом переходите уже к деталям. Видите, сначала вы делаете вот форму, кроите с базы, прямо вот на своей кофточке, как я вам объясняла, вот на кофточке рисуете, вот так вот. Дальше рисуйте, где у вас будут проходить швы, которые один сантиметр убираете, ну, 5 и 0,5 с одной стороны и с другой стороны, потому что у вас там будет проходить кружево. Ну, в данном случае это сеточка, но можно сделать кружево. Обратите внимание, как красиво пояс и вот эти черные лямочки решает все, да. Дальше у вас идет расширение, потому что вы закрываете выточки на полочке, на спинке, у вас идет расширение юбки. Запомните, расширение должно быть всегда одинаковым, на одинаковое количество сантиметров, чтобы юбка у вас была правильно скроенная и падал шов боковой на правильное место. И потом идет дальше кружево опять. Мне кажется, это очень интересный сарафанчик. Я вам немножко рассказала, как он кроится. Далее, платье Дольче Габбана. Вообще, замечательное у него, конечно, платье всегда. И это очередной цвет, подобран для брюнеток. Посмотрите, какой красивый. Но для блондинок это другое сочетание. Но вот эти большие цветы, они сейчас тенденции, и на них стоит обратить внимание. Это совершенно просто. Это паза, немножко маленькое плечо. Вот типа, как у меня на майке, которую я сшила. Видите, какое плечо? Вот наподобие. Только нету таких складок больших. У меня просто оно раздвинуто и получились складки, а там нет. И идут на складках, на складках идет юбка. И талия немножко завышенная, потому что талия, капельку может быть прямо на ровном месте, где талия, или на один сантиметр завышенная, я думаю. Вот, посмотрите. Видите, какое плечико? Видите, где оно заканчивается? Да? Ну, заканчивается вот здесь. Вот здесь. А потом идет просто, простой подгорлышко-воротничок и вот юбка со складочками. Со складочками, но она сначала, она сначала кроится расширяющейся, а потом добавляются складочки на ней. Переходим дальше. Немножко медленнее мне. Вот это то же самое, что то платье, только здесь прямая юбка, видите, и здесь плечо такое же, но сделано вот такое, такая фигурная, такой фигурный вырез. Вот, это опять Дольче Габбана и видите, какой рукавчик. Все тоже маленькое плечико и вот такой рукавчик. Так, здесь у нас рубашка. Давайте на нее обратим немножко внимание, потому что это хорошая тема. Эта рубашка может быть как в шелке, как в данном случае, как в хэбэшке, как в тонком джинсе. Это, в общем-то, очень рубашка большой тенденции сейчас. И всем советую иметь в гардеробе, потому что, ну, здесь просто, видите, рукав, просто рубашечка. Выточек вообще нету, они уведены в пояс. И дальше идут складки. Все. И пояс. То есть, в зависимости от какого, из какого материала вы будете шить, вы даже можете шить из материала мужских рубашек. Знаете, такие бывают в клеточку, в полосочку. Можно такой джинс с какими-то цветочками вышитыми, сейчас очень тенденция. Или джинс с надписями. То есть, или просто белый материал, хэбэшку белую, если вы возьмете, это будет в самое то. Вот. Их очень много, вот таких платьев. Это типа халатик 50-х годов, не поймешь, кимоно-халатик. Ну, что-то вот, раньше мы такие домашние на уроках делали, а сейчас они являются трендом. Поэтому. Видите, шалька, воротничок шалька. Все-все-все просто, элементарно. Потом клетка сейчас очень модно, вот закругленный край. Но бывает не закругленный край, но различные вариации. Я вам со следующей недели вам сделаю урок. С понедельника начнем. Не знаю, как вы успеете ко мне присоединиться, не успеете, но на моем уроке будут именно вот эти все рубашки, которые будут приходить в кимоно. Вот сейчас я вам покажу еще. Вот опять тот же самый халатик, только немножко уже другая юбка. Обратите внимание. 5G до нас никогда не дойдет, нам это не грозит. Мы живем в Италии. Ну хорошо. А, открылась. Вот шалька. Видите, простой рукавчик, шалька. И здесь красивая юбочка с запахом. Очень-очень мило. И именно это и есть сегодняшняя тенденция. Вот всем советую обязательно это сшить. Переходите ко мне на урок. Опять Дольче Габбана. То, что вот мы увидели. Типа того, да. Отрезная по талии, прямая, красивые, большие цветы. Одно и то же. Александр Маквин. Вот это красивое платье. На него стоит обратить внимание. У него хороший крой. Значит, с вашей базы вы берете и вот так вот. Здесь все просто. Вот как на базе. Здесь идет ваш лифт, который переходит в рукавчик. Просто надо посмотреть, насколько вот эта длина рукавчика будет от лифа. Вот ее измерить. Как она будет падать. А так, в принципе, это не так сложно этот лиф кроить. Здесь сложность в юбке. Но я знаю, как кроится этот хвостик. Обычно его делают со спинки. На центре спинки обычно делают такой хвост. Видите? Вот. Это раздвигается просто и делает этот хвост. А здесь его сделали немножко вот сбоку. Вот здесь вот вытачка. Видите? Унесено не в центр, а немножечко сдвинута в бок. Ну, симпатично. Да. Красиво. Очень красиво. Мило. Прекрасно. Это платье можно разобрать, потому что оно естественно симпатичное. Вот. Давайте пока сильно тормозит. Ну, или ладно. Давайте дальше перейдем. О, это нас не интересует. Хочу вам сказать, что когда вы перейдете вот в этот топлинг, да, вы попадаете вот в такой, ко мне на Инстаграм, чтобы ко мне записаться, вы попадаете вот на такую страничку, где вы можете записаться на бесплатный вебинар. Вы здесь имя, фамилия, имейл, ну, имя, имейл и телефон вы записываете, да, и я с вами свяжусь, чтобы вам сообщить, когда у меня будет бесплатный вебинар и где, потому что я иногда провожу в Ютубе, иногда провожу на Фейсбук, иногда в Инстаграм-сторис. Поэтому, чтобы успеть и быть там, и, может быть, задавать какие-то вопросы, вы должны приглашение от меня получить. Вот. Также можно, если вы уже слышали мой вебинар и, может быть, видели в Ютубе, потому что там несколько их выставлено, смотрите последний от 7-го числа, от 7-го июня, вот это было вчера, я его выставила, он очень удачный, наконец-то у меня записался на телефон в Инстаграме, я его вела, нормальный вебинар, там очень конкретно я все рассказываю, как это делается, как делается выкройка наколка на себя, это мой авторский метод. Если вы хотите пройти обучение, присоединяйтесь, это купить курс, надо перейти и покупайте курс. Ну, а если вы услышали много интересной информации и хотите меня отблагодарить, то вы можете нажать на зелененькую кнопочку и меня отблагодарить. Давайте перейдем дальше. Что здесь мне понравилось? Вот это платье. Александр Маквин. Я снимаю перед ним шляпу всегда, потому что это так элегантно, так красиво. Видите, вот оно шелковое платье, в общем-то оно совершенно простое, у него здесь вот хвостик приделан, он вшит, этот хвостик вшит прямо в шов. Но здесь есть интересная деталь, это перенесение всех выточек, вот здесь нагрудных, вот в эти складки. И потом расширение идет юбки, еще плюс, видите, расширение, чтобы добавить эти складки. То есть разрезается там, где складки и раздвигается. Получаются вот такие вот складки красивые. Спинка скорее всего у него, давайте посмотрим, покажет он нам спинку. Вот он нам покажет еще бок, видите, какой красивый. Вон какой красивый бок. Прелесть. Давайте всю боковушку, вот видите, как идет красиво бок. О, это совершенство вообще. Ах, какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я идеал, Мэри. И вот посмотрите, у него есть плечико, которое как бы поднимает плечо, да, и вставлено плечико внутрь. Ну, это такая игра воображения, просто, видите, насколько оригинально. Но, хвостик это очень красиво. Видите, складки, хвостик, это так элегантно. Надо разобрать это платье, вот здесь вот, а, здесь тоже, видите, складки спинки тоже вынесены все вот в эти защипы на спинке, по боку. То есть, все вот наши выточки, они просто разрезаны и перенесены вот в эти складки. Как замок расстегивается только до талии, она же не может в него войти. или это просто для горлышка замок, здесь сзади, а есть еще боковой замок, потому что она же не сможет войти, она слишком по фигуре ей. А дальше чем-то, ли они расстегиваются, значит, у нее замок еще будет по боку, вот по тому, где нету складок. Красивая. Александр Маквинн всегда красивый. Далее. Я обратила, ой, вот это тоже очень интересное платье, давайте на него обратим внимание. Здесь, ну, это просто, это так экстравагантно, так красиво, и я вот хотела бы об этом поговорить. Значит, обратите внимание, да, как превратилось это в маленькое плечо, какие большие рукава. Я объясняла на моем курсе, как делаются эти большие рукава. Не помню, выставила ли я это куда-то, когда я про рукава рассказывала. Но, тем не менее, на курсе я буду разбирать, потому что вот эти фонарики, они большой-большой тенденции, их надо обязательно сшить. Нету вариантов, их надо иметь в своем гардеробе в этот сезон. Вот, посмотрите, ну, здесь фонарик, который и по локтю идет сборка, а дальше идет, вот видите, какая труба. Я такое не сшила еще, не знаю, но мне больше нравится, когда идет плавный переход, как бы узкий рукав, а потом он расширяется в верхний. Мне это больше нравится, хотя можно сделать и такое, можно попробовать просто, в зависимости от ткани. А потом вот это вот элегантисимо, просто платье Акберто Ферретти, 1450 евро стоит. Посмотрите, как красиво сделан узел впереди, и все. И дальше расширение, потому что оно по косой кроится, идет такое расширение, простой рукав совершенно, свободный. Ну, это просто идеальное, идеальное платье совершенства. Вот, я хочу посмотреть, что здесь. Рукав на пуговичке, видите? Красиво. А что сзади? Давайте посмотрим, что сзади, просто по фигурке. шов. шов. Вот, и все швы, поскольку это, скорее всего, по косой, то все швы унесены в средний шов. То, что я вам говорила, что не швы, извиняюсь, а наши выточки. выточки насмещены в средний шов и по бокам, и в средний шов по спине. Извините, я что-то заговариваться начала. И поэтому выточек на спинке нету. Но это шелк. Шелк вообще надо резать как можно меньше и очень деликатно к нему относиться, потому что шелк, он не любит всяких швов. Вот. Это тенденция, это надо шить. Материал у меня уже есть. Это надо срочно шить, потому что без этого никак. 662, акт номер один. Акт номер один это какая-то новая фирма, которая мне нравится. Я вижу ее просто очень классно. Посмотрите, кимоно, халатик, кимоно, халатик и вот эти вот рукава. Маднючие-маднючие рукава. Вы же не обязательно должны шить такие длинные. Вы можете шить коротенькие рукава, можете шить вообще часть рукава, то есть не до конца его здесь шить, а только сверху. Но вот эта вот линия, она должна присутствовать в вашем гардеробе, потому что это тенденция и это надо обязательно сделать. И вот запах тоже. Это обязательно. потом это очень красиво. Запах это всегда красиво, это всегда нравится мужчинам однозначно. Что-то у нас тут юбки с брюками. Нам так еще много надо разбирать, так еще много можно шить. Вот посмотрите, вот это платье оно тоже Марина Сенчина. А, это какая-то русская девушка, наверное, русская стилистка. Молодец. Браво. Но не расширяется почему-то. Вот, посмотрите, здесь у нее складочки, да, то есть выточки перенесены наверх, разрезали, раздвинули. рукав тоже снизу нормальный, потом он раздвинут весь. И дальше юбка также разрезали от центра в бок, от центра в бок разрезали и раздвинули юбку. Потом собрали и получились вот эти вот складки. И вырез симпатично. вот опять видите философия. Ну, 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 мы поняли, что у вас красивая спина, но это не совсем, что нас интересует. Вот это нас интересует. Это опять то же самое, что черненькое платье, да, акт номер один, но это вот уже более такой японский вариант, как ткань. Я хочу обратить внимание, что здесь рукав, он вообще не обработан, то есть он пришивается сверху. Вот сейчас вы увидите, когда мой интернет наконец-то как окнется, так и откликнется и начнет работать. Давай уже. Так. Ну, вот посмотрите, видите, видите, там он пришивается прямо наверх, то есть без обработанных краев, просто срез идет чистый. А вот все вот эти вот бечки я вас научу ровненько-ровненько вот так же шить, что просто будет идеально, просто идеальные ровненькие вот такие вот бечки научу шить, просто из ткани. Потому что когда вам нужен поясок и когда вам нужны бечки с той же ткани, то надо шить просто из ткани все вместе. Не покупая бечек отдельных черненьких и так далее. Хотя можно купить собственно нет, можно купить и потом поясок сшить из той бечки с которой вы купите. Но это будет хбшка. Это будет хбшка. Так далее что у нас интересует. Я не очень хочу разбирать вот все такие вот вещи типа вот этого дочи Габбана мне не совсем это как-то по душе. Мне кажется это уже все прошло. Все эти рюши не очень мне нравятся. Поэтому это не со мной. Давайте более к платьям будем тяготеть. Вот такие вечерние платья это мы разберем в следующий раз. Меня вот больше сейчас интересовали рукава. меня интересуют рубашки типа кимонон. Вот видите опять вот опять халатик. Это уже другое это джанни какой-то джанни но это опять халатик 50-х годов в горошек. То есть обратите внимание что это надо обязательно сшить. Вот эти простые платьишки. Так так нет это не то нет 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 это все не то вот рубашечка рубашечка опять у нас со стежками рубашку обязательно тоже вам объясню потому что вы можете ее шить как простую вот такой вот как здесь как отрезанную по талии и дальше делать складочки в любом случае рубашку надо иметь обязательно вот у нас рубашка у нас вот этот фонарик вот это платье очень красивая только не совсем обращайте внимание как оно скроено потому что здесь есть какие-то глобальные ошибки сзади но сейчас я вам покажу значит чисто по идет не более маленький маленькое плечо а нормальное плечо и дальше идет фонарик фонарик внизу узкий как я вам говорила потом расширяется он разрезается и расширяется на ту величину на которую вам надо далее вот посмотрите видите вытачки по груди и вытачки идут вниз все эти вытачки соблюдены здесь разрез разрез можно убрать а вот посмотрите какая красивая спинка и спинка двойная чтобы можно было сделать такой красивый банк надо обязательно сделать двойную спинку чтобы банк был с одной и с другой стороны хорошо обработан потом там молния на рукаве но это я думаю что это какие-то уже излишки но хотя молнию можно вставить а вот здесь шов надо убрать потому что шов некрасивый он ненужный и ненужный шов сзади по спинке который почему-то не закрыли на спине шов его можно было закрыть вот просто надо было перенести банк позволяет перенести шов а так все красиво я бы сделала здесь юбку знаете какую юбку а потом она как у сирены так вниз расходится вот так не такой длинный разрез а более сиренистой такой платье здесь нету но я видела и они сейчас тоже в тенденции эти юбки я бы сделала такую юбку потом мне понравилось очень вот этот вот это платье морни оно совершенно элементарное интересно скроен у него рукав посаженный на давай раскроемся уже вот так видите как у него сделан рукав это не потому что его собрали он такой полукруглый а потому что так вырезали полукруглый и потом видите выточки сделаны защипы простроченной белой ниткой и здесь белая как типа джинса в этом что-то есть это красиво видите внизу строчка это вот все такие мелкие детали которые делают образ и которые делают тенденцию мне нравится красиво 1390 это платье стоило вот кимоно это кимоно нужно посмотреть оно будет в этом варианте еще в каком-то черном варианте но это опять же халатик вот посмотрите выточку нагрудную перенесли в защипы вот здесь выточку нагрудную перенесли в защипы потом разрезали вот как идет защипы вот так и разрезали и раздвинули потом это все собрали в кольцо и получилась с одной стороны вот такая красивая деталь а с другой стороны это все ровненько с другой стороны кимоно ровненько халатик ровненький ну и на булавку посаженный рукав ну не знаю насчет рукава как бы сомнительно а в общем-то очень красиво со спинки конечно оно простое со спинки не всегда показываю потому что бывает бывает что-то оригинальное тогда показываю вот это платье очень красивое монклер это что-то я его увидела это просто сеточка на которую нашиты вот эти вот ленточки на сборенные это супер вообще идея но оно смотрится гениально стоит 1250 смотрится просто дать ее очень красиво вот видите вот эти все платья тоже очень красиво на сборочках и то что я вам говорила вот в другом варианте в другом цвете опять же вот кимоно то же самое кимоно это вот простое платье вот с базы которую мы делаем с идеальной базы вот оно простое платье видите за два часа можно сшить такое платье и в первый мир и в добрые люди так далее нас интересует ну вот опять халатик опять халатик и рукав вот обратите внимание рукав и халатик это вот бесконечно повторяющаяся тема которую ну хочешь не хочешь надо сейчас ее быстренько сделать и объяснить вам как это делается потому что без без нее никуда на данный момент ну и все и заканчиваю я вам мой рассказ повествование о тенденциях платьев меди которые доходят до середины до середины икры то есть удлиненный вариант я взяла на данный момент да вот еще пожалуйста обратите внимание на вот это вот платье которое идет по фигуре это вот очень интересно хочу вам хочу вам его показать посмотрите обратите внимание 1213 но его если иметь базу которую вы нормально построите со мной то его шить не так долго вот посмотрите корсетный вариант да отрезное по талии пуговички складка на животе переходит вернее выточка на животе сделается складкой а дальше вот идет такая разборенная двойная юбка ну то есть оборка вот эта она идет двойная видите она не заутюженная не проглаженная она идет двойная и на рямочках собственно ничего сложного но очень красиво смотрится сейчас мы посмотрим как это сделано со спинки надеюсь вот сбоку это так там еще внизу какой-то типа юбочка прямая ну такая спорная не знаю мне очень нравится вот а сзади сейчас посмотрим как сзади вот очень красиво видите вот и на спинке идет замок очень красиво вот это тоже можно разобрать потому что можно же сделать именно такой ну короткий вариант да может быть без этой сборки или поднять эту сборку или вообще ее сделать от талии но вариант очень красивый и ну типа дольче габбана потому что дольче габбана цветные такие платья без конца шьет и шила ну здесь выполнена в черном варианте немножко другая юбка вот это очень интересно хочу вам об этом сказать значит как кроится вот видите какой оригинальный рукав ну конечно тут все оригинально тут и подбор цвета оригинальный черный с бежевым бежевый пояс красиво сделано но вот этот рукав я вам сейчас объясню как он делается это как бы плечо вот если у нас линия плеча да у кимоно вот такая длинная то рука входит именно вот в плечо не так как она должна здесь вот входить здесь зашита и переходит в талию она входит в плечо вот там где голубые полоски это обработка именно вот этой продленной линии вот такой вот продленной линии плеча надеюсь я понятно объяснила но я это могу платье разобрать оно мне очень понравилось и в принципе юбка видите какая интересная это стоит стоит а еще смущенная посмотрите как интересно сделано вот это черное здесь кокетка кокетка а дальше идет крой интересно сейчас посмотрим как оно сзади сделано думаю тоже как-нибудь оригинально о сзади это выглядит вот так окей сзади это выглядит вот так а пояс тогда где а пояс изнутри как-то выходит а пояс выходит изнутри интересно что не скажешь но такое немножко очень дизайнерское платье и не всем оно подойдет не все его захотят поэтому если у вас есть желание я могу рассказать как оно делается это было это был Андерсон 1000 евро стоит и далее у нас опять же халатик но уже сборочки здесь сборочки здесь но это опять же халатик вы видите да сколько халатиков и вот и вот и вот вот красивый халатик очень-очень надо объединить я просто объединил все халатики и вам расскажу как одно целое как их можно кроить и где они отличаются и так далее а вы уже выберите ваш именно вариант который вы хотите ну здесь вот сверху оно нормальное платьишко дальше видите оно идет косая вот такая вот юбочка с запахом и со своей оборкой ну это опять же вот как халатик который мы делали типа того а со спинки со спинки так здесь оно по прямой вот так сейчас со спинки посмотрим сбоку вот так окей а со спинки вот так со спинки очень красиво и видите застегивается наверху на пуговки на пуговички на красный и замочек у нее вот здесь вот и дальше идет юбочка расклешенная более-менее ну не расклешенная она по прямой как бы но она немножко клеш дает вот здесь вот чтобы иметь складки такие сборочки дает клеш ну великолепно просто прелесть вот это платье надо тоже разобрать в теме халатиков потому что это одна и та же тема и крои у них одинаковые рубашечный халатиковый крои и все и мы подходим к нашему завершению практически что у нас тут дальше еще давайте досмотрим последний момент и еще раз вам хочу сказать что подписывайтесь на мой канал будьте со мной оставайтесь приходите на обучение потому что каждую неделю мы шьем новые платья тенденции напрямую из Италии я буду вас вести для создания вашего индивидуального гардероба но чтобы сделать гардероб вам надо обязательно сделать свою базу выкройку наколку на себя или выкройку просто иметь идеальную которая идеально сидит на вас если у вас уже есть выкройка и вы не уверены правильная она или нет вы можете записаться ко мне на консультацию я вам помогу ее довести до конца или прийти ко мне на лекции которые я даю по пятницам по выкройке базе и задать мне вопросы которые у вас есть что вас смущает ваши выкройки ну и я вам расскажу как сделать так чтобы у вас она точно была правильная потому что есть определенные методы контроля выкройки базы вот и когда у вас уже хорошая база вы можете начинать смело моделировать учиться моделировать вместе со мной потому что я индустриальный закройщик училась в институте полимода во Флоренции и работала как стилист и как закройщик здесь в Италии и во Франции преподавала моду и дизайн переходите ко мне в инстаграм в ютуб подписывайтесь оставайтесь со мной всего доброго будьте красивыми счастливыми шейте творите вместе со мной чао пока